Ну что, друзья, я хотел записать небольшой ролик касаемо тачки, потому что очень много вопросов, как мы вообще путешествуем, насколько удобно и куда помещаются наши вещи. Я сразу говорю, я не автообзорщик, где-то могу тупить, прерываться, еще что-то делать неправильно, но если что, поправите в комментариях. Я даже специально себе на телефоне сделал планчик, о чем рассказывать, для того, чтобы тупо не сбиться, потому что этот видос хочу одним кадром снять. Так, ну давайте прежде всего начнем. Это Skoda Octavia 2018 года, мотор 1.4 150 лошадиных сил, не в принципе достаточно этой мощности, я ничего не буду говорить, что 1.8, 1.6 надо было брать. Я брал что-то среднее, мне в принципе хватает на трассе обгонять тачки, она очень экономичная, ну в общем это мой выбор. Комплектация это Style, плюс есть несколько дополнительных пакетов, ну я вот из интересных брал зимний, потому что у меня греется руль, греется сиденье спереди, сзади. Сейчас сзади тоже открою. Так, где у меня они здесь? А, ну вот смотрите, есть дополнительные клавиши, которые, просто сейчас машина не заведена, поэтому они не горят. Плюс из классного еще есть розетка, но об этом чуть позже. По опциям тут много всего, можете залезть на какую-нибудь Q2.RU, посмотреть комплектацию и все-все-все фишки, собственно, подглядеть. Да, я хочу отметить, что тачкой я уже год пользуюсь, поэтому, ну, мне есть что сказать, не подумать, что это какой-то рекламный обзор непонятный. Давайте теперь, наверное, самое главное, про путешествия. Супер фича этой тачки, то, что это лифтбэк. И у нас получается, во-первых, вот такой огромный багажник. И этот багажник, когда мы ездим в путешествие, превращается в спальное место. Сейчас все опустим. Хоп. Вот видите, полноценное спальное место. Тут, конечно, в оригинальной комплектации немножко неудобно спать, но я сделал вот такую, я не знаю даже, как это назвать, систему, которая превращает вот это все в ровный пол. Купил я это в Митино за 4 тысячи рублей, то есть это, по сути, просто набор дощечек, который приподнимает пол. И здесь вот такой органайзер получается. У меня рост 176 сантиметров, и я вообще полностью здесь влезаю, вообще никаких проблем. Плюс, если вдруг вы там около 2 метров, можно подвигать сиденье вперед, и вы поместитесь. Теперь вопрос по нишам. Видите, вот здесь у меня всякие пакеты. Сейчас я их разберу. Вот, здесь у нас получается место, ну, когда спите, можно какие-нибудь, я не знаю, там, косметику, еще что-то сюда положить. Вот тут еще есть ниша. Здесь у меня сап, но, в принципе, тоже, например, мой синий рюкзак. В случае техники помещается никаких проблем. Про эту нишу я тоже говорил, но почему-то мы ей не пользуемся. Так, это я сейчас убираю. И самое главное, большие сумки, вот они ставятся вот сюда вниз. Вот там два, по сути, больших места. И прижимаются подголовниками. Мы еще вот сюда, по центру, ставим какие-то вещи, чтобы подушки немножко повыше были. Ничего, оса. Так, дальше мне надо будет подглядеть. А, да, я еще хотел добавить обязательно. У меня задняя полусфера полностью затонирована. Пленка пятнашка. И это очень удобно, потому что так как мы сзади спим, тут ничего не видно. Даже когда светит очень сильное солнце, вообще невозможно подглядеть. И, например, Сашке удобно переодеваться. То есть это прям очень круто. Вот так вот выглядит. Ну, соответственно, передние не могу затонировать, потому что запрещено законом. А слезь, я сейчас записывать буду, выползю. Теперь давайте пройдемся по салону. Здесь у меня тоже достаточно много различных ниш, куда можно поскладывать всякую фигню. В дороге очень удобно. Вот этот боковой ящик вмещает полтора литровую бутылку. Это кайф. У Сашки тоже там точно такой же ящик. Вот этот перчаточный тут есть. Блин, как это херня? Ну, да. Холодный воздух сюда вообще может дуть. И можно что-то положить, например, на вынос. Что-то мы берем, например, в дороге. И чтобы не хотим сразу есть, можно сюда что-то сложить. Ну, вытащить это. Ну, на пару часов его хватает. Понятно, что это неполноценный холодильник. И, в принципе, ну, ладно. В общем, понятно. Так, какие у нас еще есть ниши? Ну, там я уж не буду показывать. Мне неудобно будет лезть. Там есть зонт. У меня вот тут под сиденьем еще один ящик есть. Вот тут у меня какие-то бардачки. Там всякая херня тоже лежит. Кстати, вот этой зарядкой, да, как-то беспроводной, мы не особо ее оценили. Она медленнее, гораздо заряжает, чем через провод. Вот, поэтому там у нас просто чаще всего какие-то карты валяются, мелочи, все такое. Почему мы не пользуемся этой беспроводной зарядкой? Потому что все равно здесь достаточно много разъемов. Вот тут есть USB-шка. Вот тут есть 12-вольтовая. Если обратили внимание, сейчас постараюсь подлезть. Вот тут еще два USB прям полноценных. Ну, то есть вообще в дороге супер хватает. И самое главное, вот для путешествий, это кайф. Там внизу есть полноценная розетка 220 вольт, которой очень удобно пользоваться, если там ноутбук какой-нибудь смотришь. Или, ну, понятно, что он там 2000 ватт какой-нибудь, финн, естественно, не будет работать. Но, по-моему, до 120 или 150 ватт устройство поддерживает. То есть MacBook Pro вообще без проблем. Давайте еще, я так немножко сумбурно все рассказываю, потому что много всяких фишек. Вот смотрите, еще по дороге очень удобно пользоваться вот этой пипкой, которая тебе сообщает, если в мертвой зоне находится какая-то машина. Это я резко перешел к внешним каким-то моментам. Еще из-за того, что это лифтбэк очень удобно. Кто-то будет ржать, конечно, но щетка сзади, это прям кайф. Потому что до этого в BMW мне приходилось каждый раз зимой чистить крышу, прежде чем начинать движение, потому что она чуть-чуть таяла и грохала сниз. Тут можно прям сразу сел и погнал, условно говоря. По поводу клиренса. Честные здесь 14,5 сантиметров. По паспорту, конечно, 16, но их, конечно, нет. Но этого достаточно. Я один раз, признаюсь, в Карелии застревал, но там был песок, там даже не дорожник. Я сомневаюсь, что с легкой судьбы выполз. Так что клиренса для города, для поездок более чем достаточно. Касаемо каких-то, давайте теперь, экономических моментов, связанных с расходом и бензином. Если я еду на круиз-контроле 129 км в час, то у меня расход по трассе где-то 6,5. По городу она живет в районе 8. Сейчас проедет вот этот шум. Все, вроде уехал. А если ты едешь где-то 109 км, то есть на трассе, где ограничение 90, то она живет где-то 5,2, 5,0. Один раз мне не удавалось, мы с Ростова ехали 90 км в час по круизу, потому что я ехал на запасном баллоне. Это была зима, запасной баллон летний. Ехал 90, и расход у меня был 4,2, что ли. Мне хватило бака 45 литров на 1000 с чем-то километров. В общем, я не заправлялся от Ростова-на-Дону до Москвы. Приятного аппетита. Спасибо. Что бы еще добавить такого? Ну, самое главное, ну, конечно, спальное место. Вот, кстати, пленочку. Видите, она изнутри ее хорошо видно, но снаружи нифига. Ну, что ж, сидение регулируется электронно и запоминает прошлого водителя. Ну, можно... Да, это, кстати, такая я раньше пренебрегал. Думаю, нахер эта опция. Ну, в принципе, очень удобно. Потому что, когда мы ездили с мамой, ее вот циферка 3, я пошел, например, назад спать. Она села, быстренько нажала, все настроилось. Потом она, например, пошла там, не знаю, посидеть, потупить в телефоне. Я нажал свою цифру и кресло стало на свое место. Мы недавно заезжали, смотрели Ауди, и там за 2,5 миллиона в машине были ручные, как-то ручная регулировка. Да, это очень странно было. Она даже 2,6 миллиона стоила. Тут достаточно реально очень много опций. Я, наверное, даже все не рассказал. Тут очень крутой звук, Кэнтон. Кэнтон, по-моему, называется. Тут классный, в принципе, дисплей. Я не брал навигацию, потому что она мне нахер не нужна. Тут вообще очень классный обзор. Достаточно большие зеркала, очень кайфовые. Тут подогрев лобового есть, нити. Клёво, знаете, что про дисплей хочу добавить, что он не вот здесь стоит, как у некоторых машин, выпирает, да, из приборной панели, а вот он обтекаемый в теле тачки. Потому что на BMW, например, у нас он выпирал, да, по-моему, вот тут такой. Да, мне это, кстати, не очень нравилось, если честно. И он немножко отвлекает, когда что-то там происходит. Да, это на самом деле немножко отвлекает. Давайте я еще по плану. На, подержи, пожалуйста, камеру. Так, про перчатственный ящик рассказал, про расход рассказал. Ну, я не знаю. В целом я очень рекомендую. Я считаю, что это одно из таких, так скажем, неплохих решений, одно из неплохих решений на рынке. Потому что сейчас вот лифтбэк, ну, что можно купить за такие деньги? Ничего. У тебя есть вариант рапид взять, но он поменьше. Ну, если денег есть побольше, можно супер взять. Или опять, как он, спортбэк называется, на тот же лифтбэк. А так, вариантов и нет. Понятно, что можно, не знаю, даже какой-нибудь Тигуан купить и в нем спать. Но здесь, я вас уверяю, места больше. Вот эта машина длиннее, чем Тигуан, например. И, ну, вот это решение с вытягиванием ног отлично спальным местом. Вообще супер. Самое главное, знаете что, экономишь деньги. Когда ты едешь, ну, давайте представим, ну, да, и время. Когда ты едешь, например, в Лыге Кавказ из Москвы. Ну, тяжело, конечно, доехать, хотя есть люди, которые одним днем это могут сделать. Например, устали. У вас какой-то там город, ну, не знаю, какой-то, и вам надо гостиницу взять. А тут вы быстренько встали на заправку, разложили кровать и спите. Я хотел бы закончить этот видос тем, что у вас, собственно, спросить, какие машины вам нравятся для путешествия, какие у них преимущества, может быть, минусы. Я вот о минусах не стал говорить, потому что я исключительно по плюсам прошелся, что мне нравится в путешествиях. В общем, пишите, рекомендуйте, возможно, есть еще какие-то классные, недорогие, крутые решения, о которых я, например, не знаю. Потому что, ну, на рынке реально есть, конечно, еще крутые варианты, но которые стоят там сильно больше денег, я не могу себе позволить. Например, какой-нибудь, не, ладно, не буду говорить, много чего есть, оно там запредельно дорого стоит. Я бы, конечно, какой-нибудь Супер бы, например, взял, там еще больше места. Или Туарек я бы себе взял, там тоже, скорее всего, можно ночевать. Ну, что-нибудь такое доступное, я имею, обязательно кидайте в комменты, и если вам нравится, Шкода, там, лайки ставьте, не знаю, может быть, от себя что-то добавить, почему я не прошелся. Потому что, ну, понятно, что тут, там, будет говорить, у тебя там ДСГ, про климат ты не рассказал, еще что-то, но я считаю, это все второстепенно. А, вот, самое главное, забыл, 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 я проехал уже 60 тысяч за год, и никаких проблем вообще не было. Вот масло там менял, фильтры, полное все. Все-таки я, наверное, добавлю, покрашиваю все это в черно-белое, так мрачно. По минусам, не поездишь ты по головам на этой машине, потому что, ну, просто не поездишь, оно не предназначено для этого. Вот, вы знаете, производители еще, гаденыши, они писали, что клиренс 16 см, но реально у нее 14,5 см. Второй момент, вот эта стойка очень широкая. Я говорю, потому что классный обзор, но, блин, когда только покупаешь машину, вот эта стойка, она такая жирная, блин, ни хера себе на нее не видно, приходится привыкать. А, и что еще? Ну, не знаю, не всем нравится, я бы тоже не сказал, что это очень круто, подойди сюда. Вот эта сдвоенная, как бы, херня, могли бы просто целую фару, как в А7, ну, в предыдущем обновлении, в общем, целая фара была, вот эта двойная, хер, в общем, смотрится странно. Не знаю, что еще. В остальном, вроде, все, ну, фары, да, можно было одинарно сделать, а так, тачка огонь, реально, прям, без Б, и готовлю я ее к путешествию, потому что тоже, думаю, будут такие вопросы, просто меняю масло, делаю ТО, меняю масло, я каждые 7500, и считаю, что это правильно, и тачка, ну, вообще не ломается, никаких проблем, все поменяем. У меня, конечно, немного тачек было за свою жизнь, но могу сказать, здесь еще очень классная шумоизоляция, в БМВ вообще трешки, трешка у меня была, коленка полная, ну, здесь отличная, вот сейчас мы едем достаточно тихо, ну, мне это нравится, после БМВ я сразу заметил, и она не скрипит, вот, вообще странно, мы столько ковн проехали, столько было камней, какой-то неровной дороги, вот, и вот, блин, реально, можно влоги все какие-то посмотрите у меня на канале, там и про Рыбинск ездим, и по такому ехали, шо пипец, и она не ушаталась, вот мы едем, ничего не принчит, это очень круто, хотя тачку в Нижнем Новгороде собирали, и для меня это странно, я думаю, у меня через год будет вся, вообще, кряхтеть, брехтеть, ну, все супер, реально супер, за миллион четыреста, я считаю, это вообще, ну, еще раз tennis, сначала, что скажем, это depois ничего не под MANIFI сССР, всё будет! Субтитры подогнал «Симон»